Ну а если выйдет, то завтра или послезавтра будет еще одна серия посмотреть. Так что поставьте лайк. Давайте 100 лайков на этом ролике и завтра видос. Окей. Да, а ролик так и не вышел. Ну поймите, я не совсем идеальный, ну и вы не хлеб с маслом, как бы тут нужно понимать. А на самом деле, спасибо большое за актив под предыдущим роликом. Я реально не ожидал, что он наберет почти 100 лайков, 93 лайка. И именно поэтому сегодня мы снимаем новый ролик по Смотра Рейдж. Привет, друг, с тобой Айван. И как ты понял по названию, по первой ролике сегодня мы с тобой прикопим и затюним новый автомобиль, а именно новую фуру на Смотра Рейдж из нового обновления. Поэтому обязательно ставь лайкос за то, что я проебался и не успел выпустить ролик вчера, из-за того, что у меня был фулл день забитый, извините. Конкурс в моем Телеграме, 3 места по 100 тысяч. Только те, кто участвует, пожалуйста, отписывайте мне на Телеграм, потому что с прошлых конкурсов победители тупо не отписывают. Один отписал и все, типа, и не хотят забирать деньги, поэтому отписывайте. Ссылочка на Телеграм я оставлю в описании, 3 места по 100 тысяч. И думаю, в следующем ролике еще сделаем один конкурс, поэтому, да, подписывайся. Ну а мы начинаем. И желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Погнали. Эх, пока сентябрь еще такой теплый, можно позалипать в басике какого-то рандомного чела. А если ты еще не залипаешь на басике рандомного чела, то заходи и вводи мой промокод EVEN, как бы, при регистрации, и получай 50 тысяч рублей и VIP-статус на один день. Здесь давай на права, работай на свою мечту, приезжай на хату и покупай все вместе. А на самом деле, это хата не роддомного чела, а, у Эйца, тебе привет, это бывшая база нашего клана. Под предыдущим роликом очень много мне оставило комментариев насчет новой системы F6, то есть вот эти компании. Достаточно много чего интересного вылезло, чего я не знал. Да, плюс еще я общался с владельцами фур, и я охренел, сколько они стоят. И после этого, если честно, пацаны, у меня желание отпало прям максимально, да, но я уже обещал купить фуру, поэтому прикупаем мы с вами сегодня фуру. И насчет, кстати, H1 и GMC Sierra, что я говорил, что можно возить ресурсы, и думал, типа, можно возить вот эти ресурсы, что и фура. Нет, эти ресурсы нужны для банд, чтобы крафтить там оружие, патроны, аптечки вроде, что-то такое. Первое, это прикупить фуру, затюнить, и я думаю, на этом серии сегодня закончится, а не буду загадывать наперед. Вот, а надеюсь, завтра уже выйдет еще одна серия, где мы будем проверять, сколько же можно заработать, и сколько же реально выходит заработок на этих фурах, и стоит ли их вообще покупать. Поэтому что, отправляемся в автосалон. Чтобы отправиться в автосалон, нам нужно снять хату и купить автомобиль. Это я уже сделал, поэтому ставочка в студию. Опа, пролетели, пролетели бачком. И все в трусах, и все в трусах. Приветствую, приветствую. Ну, блядь, забор, нет? Ладно. Эти люди на Вероне не такие, немножко тупые, потому что его купили, блядь, два месяца продать не могут. Николай Яго. Одно место, алям 150, 150 тысяч, аренда 15 минут. Алям 150, итог с комиссии, еще 50 тысяч? Серьезно? Блядь, у меня штрафы сейчас оплачивают. В последнее время, после нового обновления смотра Rage, но мне кажется, это не влияет, может, после обновления рейджа и хз, смотра очень долго стало грузиться. Прям, ну, я заходил в игру, где-то минут 40. Я видел в чате, смотрю, там тоже кто-то писал, что именно validation your files, или что-то такое внизу пишется, типа, и бесконечная загрузка. Надо было сидеть очень много. В итоге я грузился два раза. Один раз у меня был, что, тупо, черный экран. Второй раз у меня крашнул, и третий раз еле загрузился. Прошел час, это с 12 до часу дня. С часу дня до, вот, 2.20, можно сказать. Я искал тупо, ну, полтора часа, искал тупо дом в аренду или купить. Хочу домик новый прикупить, чтобы не брать в аренду, никого не доставать, и в любое время, когда я себе захочу. В итоге я не мог найти дом. Двое пишут, типа, сдам в аренду, сдам в аренду. В итоге не сдают. Игнорят в Дискорде, там, либо в СМСках, смотри. Вторая половина пишет, ну, я уже из игры вышел, подожди, вечером я тебе дам. Такой, типа, охуеть, чел, ты берешь за это деньги, я тебе даю за это деньги, чтобы мне надо дом сейчас. Он такой, да, подожди, блядь, вечер и зайдешь, заебал. Что тебе, нахуй, срочно надо или не срочно. И вот за полтора часа... Продам веру, он не бит, не граешь. И вот за еле за полтора часа я нашел какой-то дом. Это капец. Мы приехали в Смотра Трэк Бизнес. Смотра Трэк. Тринадцать, девятнадцать час у нас на Майк О'Клёк. Салон грузовой техники. Как я общался с многими людьми, у кого есть уже фура, главное брать замененную. Давай первое. Типа, таких, которые нет стандартных на сервере, да, типа, Ивека, Манна, Скани, Акторсон. Вот это же есть, да, на этот такое. И главное брать те автомобили, которые едут 150 км в час. Типа, те, что 140, брать их вообще не стоит. Хотя они стоят намного дешевле. А еще стоит брать новые тачки, потому что на них есть тюнинг. А тюнинг, пацаны, вы охереете. Жалко, я не засеял вчера диалог с одним владельцем фуры, Мана. Короче, я вот думаю, что брать. Либо Манн за 46, это самый дорогой автомобиль. В принципе, он норм едет. Либо Скани, потому что я любитель Скани, хотя у меня да, в жизни. Ну, ладно, Ивека. Ивека точно не хочу, это говно. Ну, даф тоже, вот новый даф такой, мне не очень нравится, типа. А почему Вольво нет? Кстати, я вот сидел, думал, какого здесь автомобиля нет. Здесь нету Вольво. Короче, я все-таки остановился. Мерседес в мире и фуры, это говно полное. Поэтому я все-таки остановился на Скани. Плюс-минус на нее тюнинга есть очень много. 950 литров в бак. А, подожди, Аумана. 950 литров. Но они все едут 150, и разница только их в баке. Не надо мне было говорить, вот это в прошлой серии. Но я сейчас буду покупать тачку, вернее фуру, за 44 ляма с автосалона. Потому что на бэушке их нельзя купить. Ладно, минус так минус, все ради контента. Я надеюсь, вы лайк-то поставите. 44 ляма. Цвет салона, цвет куст. Давайте выберем сразу белую, или черную, или красную. Давайте у нас будет лакшери компани, да. Еще мы, кстати, об этом поговорим. Был какой-то лакшери цвет, лакшери такой золотой, да, серебряный. Что-то такое. А, ничего себе, подножки тоже светятся, и барабаны сзади. Просто тупо черного. А цвет салона вообще меняется? Понял? 44 ляма, а цвет салона сказала, выйди погуляй. Окей. 44 ляма. Раз, два, три. Зачем я это делаю? Собирал этих 100 миллионов, чтобы прикупить черон, который я так давно хотел. Либо прикупить кучу нормальных тачек на нормальные номера. В итоге я что? Я купил фуру. Не, ну стоят они слишком дорого. Очень дорого. А, что, номер? Или позже? Что по номерам? Ладно, я еще не спамил тачку. Короче, сразу спамил тачку, где она? Вот такое, блядь. Я вот думаю, какие сюда именные, да? Вот сейчас, если вы видите мажоры типа на Чироне, то это на самом деле бомжи. Вот мажоры настоящие. Вот на такой вот технике ездят. Потому что что? Потому что им не жаль просрать 50 миллионов на какую-то фуру. А до 50 миллионов еще просрать. Сколько там? 5 миллионов на то, чтобы открыть свое E-P или О-О-О. О, розовый цвет. Это то, что нам надо. Туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры-туры. Как я в ратраке езжу. Только текстура пропадает. Ну что, пошли. Сейчас думать, ебанутый. Приехал. Что этих мажоров в голове, блядь. Приехал на Вероне, купил фуру, блядь. И просит у меня дом на одно место, блядь. Все, спасибо. В трусах, зато счастливый. Меня спрашивает, Эвен, почему ты пешком бежишь? Потому что на фуре бензо нет. Вероника, какого бензо? Дизеля. Поэтому мы достали наш LFA Lexus. Кстати, самый нормальный значок, который они переработали, нет? Охеренно выглядит. Не знаю, мне очень нравится. Мне нужно заправить вот этот транспорт. Scania S16. Смотрите, какой-то рыкс маленький. Прям капец. Сколько будет фуллбак на Scania? С Scania. 365 тысяч. Ебать. 100 литров. 38. Давайте хотя бы на 100 тысяч, я не знаю. Мы еще ни хера не заработали уже. Давайте 250 литров, типа. 300 тысяч фуллбак. Охуеть. Очень плохо то, что вот фары светятся, да? Но не светятся на крыше вот эти. Очень жаль. Отключить детство можно? Да, жалко. Она так-то нормально наваливает. Где-то улыбнулся сейчас один кран. Например, вот этот поворот боком. Ну нормально, нормально. То есть ты хочешь сказать, что на козырке у нас фонарики работают при запуске двигателя. Вот эти дхео. А именно на спалке вверху, на крыше, не работают. Заебись. Я буду играть, если они через тюнинг будут включаться. Ну как бы за 500 тысяч заплати, и они будут у тебя работать. Да. Короче, заезжаем на Смотр Рэйдж Кастомс. Техническое обслуживание грузовиков. Здесь интернационал нас встречает, ну, автомобиль вот. Я корня баба, где ключ на 32? Механик Василии. Мне просто очень страшно, сколько же бутюнг стоит на данный автомобиль. Прям очень страшно. И куда нас т пахнет сейчас? Вот в такое вот место нас т пахнуло. Здесь шины, колеса, диски. Шины, колеса, а что? Двери от лиховушек. Ха-ха. Сук. Так, колеса, подвеска. Давайте уточним сразу, что... О, почему здесь настолько большой ширик. Давайте уточню сразу, что тюнинг я его в фулл не буду. Потому что вы смотрите, как этот стейдж, типа, он ни на что не влияет почти, я спрашивал у людей. Но чтобы его затюнить в фулл, мне нужно около 8 миллионов. Мне кажется, даже и больше. Давайте посчитаем. Короче, весь тюнинг стоит 7 миллионов 722 тысячи рублей. Нет, спасибо. Так, ребят, давайте теперь на самое интересное перейдем. Это доп. оборудование. Посмотрите, сколько здесь всего. Как нам обещали, все должно быть, как в ETS. Поэтому данная фура в ETS вот плюс-минус такая. Можно там расширить разными бомберами. Фонарики вроде здесь убрать, добавить. Там хром убрать, иры-пыры. Вот здесь добавить хромированные, либо цвет кузова. Поэтому погнали. С чего мы начинаем? С переднего бампера или фендеры? Ну, давайте с фендеров тогда по-быстрому. Я хочу белое. Это, наверное, доп. цвет. Я не буду это ставить. Поэтому давайте поставим 9 или какой? 8, 7 в цвет кузова за 500 пиздец. Что по ценам? Дальше боковые накладки-то чё? А, это вот это. Для М400 нет. Пусть будут и такие. Решётка радиатора. Вот, кстати, с хромом и без. Переплачивать 100 тысяч. Давайте без хрома. Антихром такой вот сделаем. Так, дальше. Вымпелы. Вымпелы. Это что? Это, ага. Вот это, вот это. За 600 тысяч нет. Спасибо. Пропы над кроватью. Это флаги. Плюс всякие. Я так понимаю. А, это гитара. Клюшка и всякие стенды такие, да? Баннеры. По 600 тысяч. Тоже спасибо. Ну его нахер. Ну блин, мне кажется, вот слишком дорого, блять. Было бы оно тысяч по 100, типа, было бы норма. Это, мне кажется, ну пиздец. Это развод на деньги. Пропы над кроватью. Это мы уже почти видели. Пропы на зеркало. Это что? А, вот это вонючие вот эти. 600 тысяч. Ебанути. Сиденья. Сиденья. Что, можно поменять как в ГТС? Ооо. Но есть смысл? Мы просто затонируем и не будем, типа, тратить лям на это еще. Украшение над кровать. Прям все реально как в ГТС. Только цены европейские. Если так можно называть. Прикольно, но не. 600 тысяч за что? Не, спасибо. Украшение на сиденья. Освежители воздуха. Освежители где? А, это... Серьезно? Подожди. Блядь. Почему они не реализовали функцию посмотреть через салон? Как-то не знаю. Сделали бы два отдельных маркера, типа, улучшение салона, улучшение внешности. И с салона, когда улучшали, засунули бы камеру внутрь. Это вонючки вон, видите? На воздуховод. По 400 тысяч за вонючку не хочешь? Что ты выберешь? Я 34, я вонючку в сканью, нахуй. Ладно, украшение, освежитель. Так, торпеда. Торпеда, это что у нас? А, это улучшение на торпеду, да? 700 тысяч тоже нахер. Освежители, занавески. Это впереди, да? Это какой-то камаз, если честно. Я не буду это ставить. Украшение на сиденье, освежители, торпеда. А вообще будет цвет салона меняться? Там же есть тюнинг, где цвет салона меняется, цвет торпеды. Торпеду на правую сторону, на левую сторону. Мне кажется, они это не реализовали. Передний бампер, ебать, 2 600. Так, есть из дешевых такой, а есть из дорогих, которые пониже за 2 700, и есть еще дороже за 2 900. Давайте за 2 900 хули нам, там сэкономили, здесь поставим задний бампер. Задний бампер вообще не вижу смысла заморачиваться, потому что мы все равно будем ехать сзади, в прицеп будет. Кстати, мне кажется, в следующих вдавлениях прицеп добавят. Тем более, он такой страшный, типа. Ну вот этот плюс-минус норма, 3 ляма за задний бампер отдавать. Серьезно? То есть здесь вместо хрома добавляется цвет кузова за 2 700? Пороги. Это, наверное, бок, да? Ну ладно, бок можно и поставить. Типа у нас такой, бак открытый, мы поставим цвет кузова за лям 800. Уже 7 500, ебать! Это пиздец. Кенгурятники, выхлоп, пороги кенгурятники. Но кенгурятники я не ставил, потому что, ну, его колхоз. Интересно, фонарики можно на него поцепить? Он плюс белый, но это, наверное, из-за цвета. Я не буду ставить, нахер надо. Украшение, задний бампер было, пороги кенгурятник. Выхлоп. Выхлоп здесь можно вбок сделать. Что будем делать выхлоп вбок? Ну, давайте что-то сделаем красивенькое. Или не будем? Это колхоз, но все ездят сейчас так. Давайте их выхлопу позже. Позже, да. Пальник есть вообще здесь. Нижний кенгурятник, это что? А вот это, вот это? Нет, спасибо, оно мне нужно. Капоты. Почему это к капотам относится, если это просто мухобойка? Местный козырек. Давайте это попишем. Три симс. Пацаны, сори, но я не долбоеб ставить козырек за три ляма. Я так долбоеб, что он уже столько вот этого повыбирал. Но три ляма за козырек, это пиздец. Крыши. Четыре ляма, ебать. Вот я бы хотел вот такую фуру, блядь, с дефлекторами сзади, типа, на высокой кабине. Типа, спальник поболее. Ебать, четыре ляма за кабину. Дорогой, Денис, меня не писает, это более разочарование. И что, мне ставить кабин? Ладно, два ляма, окей. Но не четыре, ебать. Это ж пиздец. Тонировка стекол. Пятьсот тысяч. А боковые вообще будут тонировать? А, это вместе с фарами? Ебать. Нет, тогда давай фул. Хотя бы здесь что-то нормальное, пацаны, пятьсот тысяч. Блок иксенона, неоновая подсветка. Восемь лямов, ебать. Может, мы уберем пороги? Пороги это вот это. Фендеры, может, уберем. Ну, решетку можно и без решетки обойтись. Пороги, пороги это что у нас? Вот это. Давайте тогда поставим фендеры. Где они в начале? Вот такие. Полтора ляма за фендеры. И тюнинг нашей скани вышел пять лямов. Или все-таки поставим решетку? Ну, давайте, ладно, еще решетку поставим. Шесть триста. Пиздец. А, кстати, а почему нету тюнинга на ручке и на зеркала? Очень странно, да? Очень странно. Шесть триста за тюнинг. При том, что я много проскипал. Если бы я не проскипал, я уверен, буду, что здесь лямов 20. Пацаны, меня не надурили. Охуеть. Пацаны, если бы я не ютубер, я рот топтал вот эти форы. Я вам серьезно говорю. Двигатель. Какой двигатель? Вообще, столько здесь всего. Тойди нафиг, я тебе сказал. Я не буду ничего делать. Колеса. Есть смысл ставить сюда колеса. Но можно поставить типа 700 тысяч. Знаете, сначала я смотрел на колеса. Бля, это же можно было актрас купить и сюда мерседес ставил въебать. А они-то здесь неплохо-то выглядят, да? Здесь же мерседеса больше значка нет. Кстати. Реально. Что я хотел сказать? Если бы я не ютубер, я бы эту фуру никогда бы не прикупил. Потому что меня бы жаба съела. В принципе, она у меня уже есть. Вон, догрызает. Можно вот такие сюда диски тоже подходят. Ну, мне кажется, AMG Edition 1. Вот такие вчера я на фури видел. Вот AMG или Брабуса. Где этот мерседес? Охуенные. Сори, пацаны. Я их поставлю. Так, теперь высота подвески. Параметры колес. Теперь можно вроде и менять вынос. Ну, в принципе, все 440. Верно? Давай перед ней сейчас спрячем где-то. Вот так. Добавить корзину. Ебать, лям 600. Высота подвески. Ну, кстати, диски ставить есть разница. Мне сказали, что если поставить диски, то она не так фура буксует на песке. Поэтому диски ставим. Колесный, так. Цвет покрышек. Ну, давайте просто лям 400 за пулестойки накипывать. А, цвет дыма. Давай черный, ладно. Жруем, ебать. Цвет колесных дисков. Черный пусть будет. Лям 216. Ну, кстати, диски уже стопе. Параметры колес. Высоту подвески я там случайно не куплю сейчас. Нет. Лям 216. Бац. И что, может, добавим переламутра или не будем? Нет, давай будет черная. Слишком черная. Просто черная фура. Пиздец. Я так хотел фуру на высокой крыше. Ну, пацаны, сори. Мне еще надо ролики снимать. Я могу купить и сейчас въебать еще лямов 40 на эту фуру. А дальше что я буду снимать? Лапу суставить. Вы сказали, что я заработаю. У меня не время нет, ребята, работы. Вот. Сот-запрос. Сколько вы просрали денег на свой автомобиль? Ну, знаешь, смотри. Пять мультов. Это ипшка ебата. 44 на фуру. И только что я въебал еще приблизительно 14 миллионов на внешний тюнинг без эфтэк. Вы получили удовольствие от этого? Я сижу, смотрю на эту фуру и драчу. Оу май! А тогда приятного. Спасибо. Давай, удачи. Охренеть. А теперь я понимаю, почему половина покупает фуры и просто сидят и нифига не делают. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уф. Черная тонированная пацанская фура на мерседесовских дисках. Ну, да, здесь шарки. Здесь просто окуленки. Окуленки буду не говорить. Очень не хватает здесь выхлопа, как у пацана. И большой крыши с дефлекторами. Наконец-то крыша светится, ура. А почему на передаче не хотела светиться? А, наверное, из-за того, что сейчас ночь. Ну, сбоку на баке нет вот этих порогов. Ну, и пофиг. Полтора, а мы сэкономим. Что, поехали номер ставить? Самый дешевый на этой фуре? Чего-чего, но такого я не ожидал буквально даже двух месяцев назад, что я буду приезжать на ЭКХ на фури. Которые стоят дороже Макларена. Что, поцепили на нее именной номер. Это же билет. Да-да-да. Что, фуру продаешь? Допустим. Скорее всего, номера перебешут. Да, меня рассекретили. Да. А я, кстати, забыл сказать, я хотел перед тюнингом сказать, у меня есть полтора миллиона, давайте затюним фуру на полтора миллиона. Ладно, самый дешевый реально. СРЕ, Эван, именные с Верона. Потому что Верон я хочу продать. И продаю. Если кого-то интересует, ФТ, Верон на тюнинге. Как бы, шесть владельцев. Я не знаю, зря я это сделал или нет, но просто сейчас огромный спрос на фуры, именно на БУ рынке. Потому что никто их не покупает. Поэтому можно слить и вот даже попытаться в плюс, как ни странно. Потому что многие, кто не знает, сколько стоит тюнинг на фуру. И никак не проверить, кстати, тюнинг на фуру, потому что этот транспорт не чипуется. Ты приезжаешь на чиповку, и он пишется, что данный транспорт не подлежит чип-тюнингу. Именно поэтому можно не забайтить кого-то. Ну, сколько я просрал на нее? 44 при покупке. Сейчас лямов шесть. Ну, как раз 50 лямов за фуру. Реально, фура по цене Макларена. Охереть. Вот это я понимаю, машина. Не то, что Макларен, не по пузо. А вот здесь прям хорошо, так металла. Тонна, 15. Ну, как бы, вот так, знаете, в UTS, там же есть именные таблички. Ты можешь написать все, что хочешь. А у меня вот имена и табличка с ником. Многие вешают там свои именные таблички на какие-то ультра дорогие, ультра редкие. Танечка, я просто на фуру. А я просто пустой еду. Ну, а мы приехали на подмост. Не грузиться, нет. Мы сейчас будем замирать ее 0-100, сколько она едет. Можете потом проверить со своими фурами. Интересно будет. Драги. Раздуваем. Раз, два, три. Погнали. Нормально, что фуру только при 100 км в час переключается на вторую передачу. 8,1. Будет интересно взять обычную стандартную фуру, да? И разогнаться. 6,100. 7,3. Нормально. Мне кажется, сейчас еще раз побьем. 7,2. Нормально. Здесь тробоскопы даже есть. Охичнее. Ой-ой-ой, какие фуры. Какие фуры. Говно, что на другие автомобили. На Чироны, Вероны, BMW, Мерседесы. Там тюинга почти ноль, но зато фуры. Ммм, может, смотра трак МП? Немножечко информативности. Я сейчас специально хотел заехать и посмотреть, сколько же расход у моей фуры. Я проехал кружок, вот, в принципе, вот здесь по трассе. Вот здесь в тоннеле я начал. Проехал вот так, вот так, вот так. Потом через палетку, просто по трассе. Сюда, вот сюда, по предмосту. И подъехал обратно в тоннель. И это мне вышло 230 км, вот этот весь круг. И за 238 км я спалил 38 литров. Можно сказать, что 250 км-40 литров расход. То есть, это 15 тысяч рублей, чтобы проехать вот этот весь круг. Много ли мало? Сравнивая с легковушками, много. Сравнивая с другими фурами, хз. Ну что, ребят, а у меня, в принципе, на этом все. Одел специально маску, чтобы вы не видели мои слезы. И пусть маска улыбается, хотя у меня вообще не до улыбки сейчас, так как я всарал 50 миллионов на эту фуру. Напишите, как вам вообще тюнинг данных фуров? Как вам ценовая политика тюнинга? Успели ли вы прикупить себе фуру? Затюнить? Если да, напишите, сколько вы потратили на свою фуру. Будет очень интересно почитать. И завтра новый ролик. Встретимся. Я надеюсь на ваш царский лайк. И на подписочку, конечно же. Ведь здесь выходит очень много интересного, полезного, веселого контента. А завтра будем разрушать мифы по поводу зарплаты. Поэтому все. Я желаю тебе хорошего дня. Всем удачи. И всем пока. Колокольчик не забудь. И Верон продам. А, ну если кому-то не жалко, скиньте денег на тюнинг фуру, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok